Новая классификация Новая классификация Я хотел показать то, какая работа проведена на сегодняшний день по подготовке к вводу новой классификации. Вот те нормативные акты, методические рекомендации, которыми мы занимались и про которые говорил Сергей Ефимович в своем выступлении, они изложены здесь. Вы видите, какой был авторский коллектив у каждой из этих задач, сколько было согласований, количество обсуждений на рабочих группах, на эксперт-техническом совете. Основные задачи, ключевые вопросы, которые мы решали, это порядок применения новой классификации, это правила разработки и правила проектирования разработки месторождений и методические рекомендации по геологическому моделированию, методические рекомендации по обоснованию коэффициента извлечения газа и конденсата, методические рекомендации по экономической оценке извлекаемых запасов и апробации программных продуктов, которая тоже была проведена. Целый ряд других, может быть, менее объемных, но не менее важных работ были проведены. В рамках подготовки было проведено более 20 совещаний с писателем компаний-недропользователей. Это, естественно, по результатам встреч рабочих групп. В непосредственном обсуждении замечаний участвовало более 250 человек из 9 ведущих компаний. Авторский коллектив этих документов был 62 человека. Это и сотрудники ГКЗ, и ЦКР, и сотрудники экспертного сообщества. И в результате общественного обсуждения было получено более 2000 замечаний к документам, которые все были согласованы. То есть в процентном отношении примерно 80% замечаний были приняты, процентов 20% в результате обсуждений были сняты. На следующем слайде вы видите принципы новой классификации. Собственно говоря, как здесь говорилось уже, она является такой, несмотря на то, что она революционная по подходу, она эволюционная по своей форме. Она основана на изученности с одной стороны и с другой стороны на экономической оценке. В свою очередь экономическая оценка делается в рамках правил проектирования. И по этому принципу выделено два основных больших блока. Это неразрабатываемые месторождения, где выделены категории С1, С2, и разрабатываемые, где индексация А, В1 и В2. Здесь следует отметить, что А, В1 это наиболее изученные и разрабатываемые или подготовленные к разработке в части В1. Здесь извлекаемые запасы рассчитываются на основе детальных экономических расчетов, определяющих оптимальную схему разработки. Это является основой текущего государственного планирования и бизнес-планирования компаний. С другой стороны, мы понимаем, что В2 разрабатываемых месторождений, это аналог С2 сегодняшней классификации, и категории С1, С2, месторождений, находящихся в разведке, они достаточно рисковые сегодня для ввода в разработку. И во многих случаях здесь необходимо государственное регулирование, во-первых, оценка рисков, и во-вторых, во многих случаях здесь необходимо государственное регулирование. На следующем слайде приведена блок-схема согласования проектно-технической документации и запасов. И теперь, как вы знаете, и как уже говорилось, вместо ТЭОКИН появляется проект разработки, и таким образом, проект разработки или технологический документ на разработку является частью экспертизы запасов. В данном случае это требует совместного рассмотрения комиссии по запасам и комиссии по разработке месторождений. Здесь вы видите, как это, собственно говоря, будет происходить. Направляется и подсчет запасов, и проектная документация вместе, если необходимо уточнение запасов. Если уточнение запасов нет необходимости, тогда подставляется просто проектный документ. Если вместе подсчет запасов, проектная документация, то схема прохождения следующая. Вначале рассматриваются геологические запасы, определяется, насколько верно построена геологическая модель и насколько верно проведена оценка запасов. Далее, если к запасам никаких вопросов нет, либо отклонение не более чем на 5%, то дальше рассматривается проектный документ. Если есть какие-то проблемы по изменению геологических запасов, то законодательно предоставляется дополнительных 60 дней, которые используются для уточнения геологической модели, уточнения проекта технического документа. И в конце концов проводится совместное пленарное заседание комиссии по запасам и центральной комиссии по разработке. Я хочу сказать, что апробация этой схемы уже проводится. Вчера была первая апробация вот этой новой схемы, первое совместное заседание ГКЗ и ЦКР на большом пленарном заседании ГКЗ. До этого были рассмотрены три месторождения, которые прошли через оперативный подсчет запасов и дополнение к технологической схеме разработки. То есть мы видим, что изложенная схема работает, работает достаточно хорошо. До конца года мы проведем апробацию еще по нескольким месторождениям. В частности, на следующей неделе конетворческое месторождение будет представлять Сургутнефтегаз. И тот опыт, который у нас уже начал появляться, он говорит, что эта схема вполне рабочая, которая позволяет решать те задачи, которые мы от нее ждем. Основа новой классификации запасов – экономическая оценка, перспектив освоения месторождения. Но я бы хотел сказать следующее. В периоде ко мне подошли журналисты и говорят, насколько уменьшены запасы. Я хочу вам сказать следующее. Запасы при введении новой классификации не уменьшатся. Дело в том, что появляется дополнительная строка в балансе, которая называется «Рентабельный извлекаемый запас». Точнее, извлекаемые запасы за рентабельный период, которые будут являться основой текущего и среднесрочного государственного планирования бизнес-компании. Разница между технологическими запасами и извлекаемыми запасами за рентабельный период – это как раз та часть, которая является основой для государственного налогового и административного регулирования. И когда мы имеем технологические запасы, рентабельные запасы, именно тогда мы сможем определить эту дельту, на которую мы можем ориентироваться при определении трудноизвлекаемых запасов, при определении механизма льготирования и так далее. В рамках гармонизации классификации нами проведены совещания с комиссией ООН и на сегодняшний день подготовлены документы для ООН, позволяющие интегрировать новую российскую классификацию с классификацией ООН. Проведена экспертиза нашей классификации. Я вам хочу сказать, что экспертиза показала высокую оценку со стороны экспертов ООН о нашей классификации. Больше того, проведенное в ноябре совещание с членами экспертной группы ООН позволило подписать протокол о статусе интеграции новой российской классификации и классификации ООН, который показал, что на сегодняшний день практически ключевые вопросы интеграции российской классификации к классификации ООН решены. И это крайне важное достижение. Составлен план действий, дорожная карта, которая предполагает, что мы в первом квартале создадим окончательный документ, так называемый соединяющий документ между российской классификацией и классификацией ООН. И после общественных обсуждений, которые должны пройти летом, в конце третьего квартала должна состояться окончательная интеграция с подписанием документов между Российской Федерацией и Европейской Комиссией ООН о вхождении российской классификации в классификацию ООН. Очень важно рассказать кратко о том, какие же есть ключевые вопросы недропользования, изложенные в этой классификации. Во-первых, это расширение возможностей для недропользователей по подбору эффективных технологий по разработке месторождения. Каким образом? Во-первых, мы вводим опытно-промышленную разработку проекта ОПР как часть технологических документов. Как отдельный документ, который на самом деле не решал этих задач, а как часть документов. И добыча с опытных участков в данном случае не рекламентируется. И для этой же цели мы устанавливаем разный срок действия пробной эксплуатации для месторождения различного размера вплоть до 7 лет. И продление срока действия пробной эксплуатации при наличии 5 и более эксплуатационных объектов в случае необходимости до 3 лет. То есть, на самом деле, мы увеличиваем срок пробной эксплуатации, увеличиваем стадию разведки месторождения. Далее мы упрощаем схему утверждения запасов для мелких и очень мелких. Конечно, очень сложно устанавливать допустимые, например, отклонения для мелких месторождений. Поэтому там, где уровни добычи менее 10 тысяч тонн, не будут регламентироваться такие месторождения. И также упрощается изменение запасов для мелких и очень мелких месторождений. Они будут производиться только в рамках оперативного подсчета. И также вводится новая опция для группы мелких месторождений, объединенных единой инфраструктурой. То есть, там тоже можно будет делать общий проект. Что на самом деле важно в рамках создания инфраструктурных проектов. Вводится также новый вид проектного документа. Это дополнение к технологическим схемам и проекту разработки по упрощенной схеме. Это аналог авторского надзора, но более обоснован. И очень важная опция. Дополнения к проектной документации могут составляться по отдельному лицензионному участку. Если месторождение объединяет несколько лицензионных участков, но только при согласовании с пользователями недр прилегающих участков. Это тоже дополнительная опция, которая снимает огромное количество административных барьеров. Когда Сергей Ефимович говорил, что снятие административных барьеров не только заключается в том, что исчезает ТЭО КИН, промежуточный и никому не нужный на самом деле документ, но и вы видите, сколько дополнительных опций, которые сегодня, к сожалению, являются административными барьерами, уходят с вводом новой классификации. Ну и, конечно, очень важно это устранение риска вольного трактования требований законодательства при госконтроле. Мы даем четкое разъяснение по проведению мониторинга уровней добычи и вводим всего лишь четыре показателя для государственного контроля. С одной стороны, это те показатели, которые определяют возможность и дают возможность государству четко и понятным образом контролировать те позиции, которые необходимы для понимания рационального использования недр. С другой стороны, мы отсекаем те возможные посягательства, что ли, необоснованные со стороны различных государственных органов, когда начинают проверять все 57 пунктов госплановской таблицы. Таким образом, с одной стороны снимается часть барьеров административных, с другой стороны устанавливаются достаточно четкие правила игры, в кавычках, конечно, правила игры между государством и недропользователем. По новой классификации проведена апробация. Апробация проведена силами компаний. Эти результаты доложены на экспертно-техническом совете ГКЗ. И вот они представлены вам. Хочу отметить несколько ключевых результатов. Первый. Запасы категории АБЦ1-Ц2 не изменились в результате апробации. Это вот ответ на вопрос, что в результате введения новой классификации технологически извлекаемые запасы не меняются. И это тоже очень важный вывод. Небольшое изменение идет по категории АБЦ1 и ЦЦ1. И оно идет в связи с ужесточением требований к категорийности запасов. По извлекаемым запасам следует сказать, что определены также и рентабельно извлекаемые запасы. При сегодняшней цене на углеводородное сырье, при котором была проведена апробация, доля рентабельно извлекаемых запасов технологических составляет 60%. Мы провели анализ структуры добычи и как сегодняшние извлекаемые запасы различных структур влияют на добычу нефти в Российской Федерации. Неосложненные разрабатываемые запасы сегодня определяют 81% добычи нефти. Темп отбора от текущих запасов 3%. Доля рентабельных запасов в этой добыче 87%. Это означает, что 13% в неосложненных запасах, разрабатываемых сегодня, является нерентабельным. Что это за запасы? В первую очередь, это обводненные залежи или обводненные части залежей разрабатываемых месторождений, истощенные и высокообводненные. То есть это уже говорит о том, что эти части залежей нужно рассматривать как возможные для проведения налогового стимулирования. Трудноизвлекаемые запасы, это те, которые сегодня являются трудноизвлекаемыми в соответствии с постановлением налогового кодекса. Доля в добыче нефти их составляет 12%, 59 миллионов тонн. Вот у них доля рентабельных запасов в их части с учетом льгот составляет всего лишь 24%. Ну и неразрабатываемые залежи и месторождений, не введенные в разработку, они дают в общей сложности порядка 7%. Но это что такое? Это проекты пробной эксплуатации, пробная эксплуатация разведочных скважин и так далее. И здесь доля рентабельных запасов около 50-57%. Значит все эти цифры, все эти доли, они рассчитаны по результатам апробации, которая сделана компанией. Таким образом, предварительная оценка, проведенная в рамках апробации новой классификации, показала, что всего рентабельных запасов в России 18,5 миллиардов тонн, 63% по данному апробации. В том числе по разрабатываемым месторождениям 14,3 миллиарда тонн, 69%. То есть эта цифра, ну, как вы видите, практически совпадает с теми международными оценками, которыми мы, значит, пользуемся. Оценками BP и так далее. Мы сделали прогноз до 2050 года по каждой из этих позиций и получилось, что при сегодняшнем налогообложении вот добыча нефти будет у нас составлять вот эту величину, которая таким штришком отмечена. Значит, все, что выше, это те запасы, которые сегодня являются нерентабельными, и они здесь расписаны прямо по категориям. Для того, чтобы нам обеспечить, исходя из этого, возникает понимание, что для того, чтобы нам обеспечить уровни добычи нефти в соответствии с энергетической стратегией, нам необходимо вот этот треугольничек между энергетической стратегией и желтым, значит, вот эту добычу нефти льготировать. То есть теперь мы понимаем, каким образом нам новая классификация сможет помочь в долгосрочном государственном планировании. Мы посчитали, сколько, значит, это может быть в налогах, и получилось у нас, что налоговая мотивация вот этих запасов, то есть разница между рентабельными запасами и теми запасами, которые, значит, вернее, той добычей, которую нам необходимо добывать, в соответствии с энергетической стратегией, вот эта налоговая мотивация может принести за 20 лет бюджет государства дополнительно до 3 триллионов рублей, и за 35 лет, то есть до 2050 года примерно 11 триллионов рублей, это, значит, при 50-процентном льготировании по НДПИ. Но это, конечно, расчеты очень предварительные, и они показывают те механизмы, которые могут быть реализованы при введении новой классификации и помогут стимулировать нам, во-первых, помогут понимать, значит, нам наши перспективы, перспективы государства, перспективы компаний, во-вторых, каким образом нам, значит, можно, там, обеспечить те уровни энергетической стратегии, которые, значит, мы запланировали. Ну, собственно говоря, выводы основные, это в новой классификации сниженные административные барьеры, упрощается схема утверждения запасов, в том числе для малых месторождений, реализуется механизм государственного регулирования, то, о чем, собственно говоря, сегодня очень много говорилось. Количество показателей для государственного надзора за геологическим изучением сокращено до трех, и при этом, и самое главное, что не просто сокращено, а систематизировано. И по каждому из показателей установлен диапазон допустимых отклонений, коллеги из компании знают, потому что мы на эту тему очень долго говорили. Вводятся дополнения по упрощенной схеме для возможности оперативного изменения проектных решений, создаются предпосылки для повышения инвестиционной привлекательности активов, и осуществляется гармонизация с классификацией ООН. И самое главное, это то, что в основе новой классификации экономическая оценка, которая позволяет нам совершенно по-другому взглянуть на наши запасы, и создается основа принятия управленческих решений с точки зрения ввода в разработку нерентабельных сегодня запасов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ